Продолжаем решение задач на арифметическую прогрессию. Найдите значения x, при которых числа x-1, 4x-3 и x2-1 составляют арифметическую прогрессию. Для решения задачи будем использовать формулу, которая говорит о том, что любой член арифметической прогрессии, например, a n, равен среднему арифметическому своих соседей. То есть левый сосед это a n-1, правый сосед это a n-1 и разделить на 2. Поэтому, если данные три числа представляют собой арифметическую прогрессию, то вот этот средний член арифметической прогрессии равен среднему арифметическому своих соседей. Слева и справа. А это значит, что 4x-3 должно быть равно среднему арифметическому своих вот этих соседей. То есть нужно их сложить, этих соседей, x-1 до плюс x2 плюс 1 и поделить на 2. Это и есть средняя арифметическая соседия. Теперь преобразуем и найдем, чему равен x. Тогда 4x-3 пока перепишем. 4x-3. А справа у нас получается x плюс 1. Значит, минус 1 и плюс 1. Подобные приводим. Взаимно уничтожаются. Остается x квадрат плюс x в числителе. x квадрат плюс x разделить на 2. Умножаем обе части на 2. Тогда и перепишем то, что справа в левой части запишем, а то, что слева запишем справа. Тогда у нас получается x квадрат плюс x. При умножении на 2 вот эта двойка сократилась. А левую часть мы должны умножить на 2. Тогда у нас получается равно 2 умножить на 4x-3. Кто не понял, почему так получилось, можно по-другому рассуждать. Можно записать в левой части в виде дроби это число. 4x-3 деленное на 1. А потом по свойству пропорции вот так перемножить крест-накрест. Или говорят, что произведение крайних шленов пропорции равно произведению средних шленов пропорции. И приравнять. Перемножить и приравнять. То есть получится то же самое. Далее раскрываем в правой части скобки и переносим все в левую часть. Тогда у нас получается x квадрат плюс x равно... Сначала скобки раскроем. 2х4. 8x-6. Переносим все в левую часть. Получаем x квадрат плюс x минус 8x плюс 6 равно 0. Приводим подобные слагаемые. Тогда у нас получается x квадрат минус 7x плюс 6 равно 0. Далее можно найти корни или через дискоминант или по теореме Виета. Легче всего по теореме Виета. То есть подобрать из произведения каких чисел состоит вот это число 6. Оно состоит из произведения двух чисел. Единицы и числа 6. И тогда сумма этих чисел как раз будет равна числу b с противоположным знаком. То есть будет равна 7 с плюсом. То есть это значит, это как раз и есть наши корни. А это значит, что или x, то есть можно записать в виде совокупности, или x равен единице, или x равен 6. Это и есть ответ на данный вопрос. То есть это и есть значение переменной x. Пишем ответ. Ответ. x равен 1 или x равен 6. Задача решена.